И всем привет, ребят, с вами как всегда я, Вайер, и это будет подробный гайд о том, как красиво украсить свой рабочий стол. Не будем медлить, погнали! А перед тем, как мы начнём, я хочу вам напомнить о своём Дискорд-канале Ганстик Дистрит. Присоединяйтесь, будем всем рады. Скажу наперёд идею я позаимствовал одного ютубера, который очень всё плохо объяснил. А я вам объясню просто максимально много и максимально понятно. Ну что же, начнём с программ. Нам понадобится всего лишь две программы, это Wallpaper Engine и Rain Meter. Итак, первое, с чего мы начнём, это с Wallpaper Engine. Для начала скачайте или купите, очень настоятельно рекомендую купить Wallpaper Engine. Стоит недорого, даёт очень многое по сравнению с пиратской версией. Вот здесь ваши установленные обои. Здесь можно нажать, тыкнуть на любой и поставить себе обои. В начале стоят уже самые обычные Wallpaper, но их можно убрать по желанию, как это у меня сделано. Переходим в мастерскую, чтобы установить новые обои. Нажимаем мастерская, ищем любые обои на любой вкус и цвет. В фильтрах можно выбрать одобренные, реагирующие на звук и настраиваемые. Одобренные это когда сами разработчики одобряют, говорят, что ваши обои крутые. Реагирующие на звук это та самая аудиовизуализация, который прыгает там под музыку. Ну, для любителей меломанов. Настраиваемый это когда вы там уже какие-то ползунки. Я точно сам не знаю, что это, и да и не хочу знать. Разнообразные жанры я всегда ставлю аниме, потому что предпочитаю аниме всякие разнообразные там обоечки. Я не люблю там другое что-то, поэтому у меня стоит только жанр аниме. Учтите, есть здесь возрастной рейтинг для взрослых, поэтому смотрите, чтобы вас мамка не спалила. Логично. Давайте для начала там покажу вам как устанавливать обои, это вообще просто. Давайте выберем какие-то вот обои, понятно. Так, пошли дальше, давайте выберем какие-то там, например, вот озеро вот, нажмем подписаться. Ждем когда обои скачаются, это вообще секундное дело. И они сами у вас ставятся. Вот такие вот красивые обои, быстро, круто. Если у вас даже расширение экрана не 4К, как в этих вот обоях, у меня и близко 4К нету. Как видите, они сами хорошо подстраиваются. Чтобы поменять обои, вам достаточно просто перейти к своим обоям, установленным там, где написано. И там можно будет сменить обои, просто тыкнув на обои. Или же найти в мастерской обои, которые у вас уже установлены. Поэтому это очень удобно. Есть еще сцены и видео. Если у вас слабый комп, то ставьте себе лучше обои видео. А если у вас мощный комп, то ставьте желательно сцену, потому что сцена это всегда лучше видео. Но опять же, как я и говорил, это для мощных ПК сцены. Видео для слабых ПК. Ну что же, переходим к реймиттеру. А с реймиттером все намного сложнее. Для начала переходим в ваш браузер. У меня это Google Chrome. Заходим на реймиттер.нет и скачиваем финальную версию. У меня она установлена, поэтому я особо ее и не устанавливаю на видео. Как ее установить, думаю, все знают просто. Далее, далее, далее. И выбирайте, куда вам надо. Как любая, любая игра или программа. Дальше нужно скачать будет архив с двума вот такими вот файликами. После установки реймиттера, конечно же. Естественно, будет ссылка в описании, я залью на диск. После этого просто надо будет открыть файлик, убрать вот эту вот галочку и нажать инстал. Так как у меня это установлено, я это не устанавливаю. Заходим в реймиттер и у вас она должна появиться. Вот такие вот две папочки. Открываете, нажимаете вот Клок. Выбираете любые части, которые вам только надо. У меня они установлены, но я покажу, как ими пользоваться. В принципе, как их перемещать. Это, конечно же, можно делать. Убираете некликабельно, ставите перетаскивание. И можете себе хоть куда, хоть на попу себе их приклеить. После этого убираете перетаскивание галочку и ставите некликабельно. Чтобы они вообще, как будто это и есть обои серьезные. После этого еще будет интересненькое. Это заходим в такую штуку, как Хоник Камп или как она. Не важно, короче. Просто я сейчас озвучиваю, мне нихера непонятно. Итак, здесь есть куча всяких разнообразных красивых ярлычков, которых можно забиндить. Видите, вот я нажал, у меня открылся там проводник. И это можно сделать, в принципе, тут куча их очень много. Просто огромнейшая куча этих ярлычков. Выбирайте любой, просто устанавливайте. И сейчас я вам покажу, как сделать так, потому что они поначалу не все работают. Те, которые открывают просто URL в браузере, они на езде открывают. А вот те, которые именно какой-то путь в вашем компе, он не откроет. Сейчас покажу, как настроить. На примере, допустим, ну... Давайте там, я не знаю, GeForce Experience. Нет, я не знаю, где он у меня находится, если честно. Возьмем какой-то, например, Minecraft. Ну, ничего, вы просто их два раза тыкните, он появится на рабочем столе. Потом на него тыкните правую кнопку Мещи. Нажимаете вот Хонни Комп, вот Майнкрафт. Или там другая программа, которую вы там выбрали. Выбирайте Inni File, нажимаете правую кнопку Мещи, изменить. Ищите вот Left Mouse Up Action. И пишите здесь путь к вашей игре или программе, или, неважно, любому файле, который вам надо будет открыть, нажатием на вот эту вот иконку как раз. Это сделать просто. У нас сейчас Minecraft, поэтому давайте пробьем путь нашего Minecraft Launcher. Зайдем в Minecraft. Лицензия у меня здесь. Minecraft Launcher. Копируем вот этот вот весь адрес. Вставляем вот эти вот скобочки. Копируем вместе с Exe приставкой. Это обязательно. Потому что так он не поймет, что им, но мы хотим от него. Прописываем путь. Вставляем. Сохраняем файл. Ctrl-S. Закрываем. И после этого можно запустить Minecraft. Просто одной точкой. И обязательно берите ярлычок перетаскивания, чтобы на всякий пожарный, опять же, не можно было переместить этот ярлычок. Вот видите, Minecraft запустился. Думаю, теперь вы все поняли. Теперь будем заканчивать видос. Если вам понравился данный туториал, то поддержите меня, пожалуйста, лайком, подпиской и колокольчиком. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok